С диагнозом муковисцидоз без специальных препаратов жить невозможно. В июне 2020-го Татьяна добилась того, чтобы ей назначили Симдека. Региональный Минздрав должен был провести аукцион на закупку лекарства, но этого не произошло. Девушка пошла в суд, который постановил, что Минздрав обязан провести аукцион. Когда и это не помогло к решению вопроса, подключился Евгений Никонов. Что со сроками поставки, когда это произойдет? Евгений Никонович, уже конкурс состоялся. Мы планируем питаться 20 апреля. 15-20 апреля. Там никаких сбоев не будет? Нет. Все, никаких сбоев нет. Все, хорошо, спасибо вам большое. Работаем. Но есть и другие аспекты лечения, которые волнуют Татьяну не меньше. В Хабаровском крае всего 40 человек с диагнозом муковисцидоз. Борьба с ним многоэтапная и сложная. Это вопрос обеспечения ингаляторами и расходниками к ним. Это такая важная составляющая нашей жизни, потому что большинство препаратов являются ингаляционными. Сейчас для больных муковисцидозом ни одного средства реабилитации технического нет в перечне. Ни в федеральном, ни, соответственно, в краевом. Один такой ингалятор с расходниками стоит около 15 тысяч рублей. 80% больных – дети. У семей просто не хватает средств. В краевом правительстве проработают вопрос помощи таким пациентам. Кроме того, Татьяна спросила об открытии специального отделения для лечения редкого заболевания. Зачастую больные муковисцидозом просто не знают, к какому специалисту идти. Доработаем вопрос по созданию единого краевого центра, который будет координировать лечение больных муковисцидозом как у детей, так и у взрослых. Соответственно, это будет первая краевая клиническая больница номер один имени Сергеева и детская больница имени Петровича. Я довольна тем, что хотя бы с нами готовы идти на контакт. Посмотрим, что из этого выйдет. Хотелось бы, конечно, какой-то продуктивной работы, взаимодействия. Юлия Сидельникова, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.